Друзья, всем огромный привет! Добро пожаловать ко мне на канал! И сегодня я хочу с вами поболтать в расслабленной установке, рассказать, что же со мной произошло, почему я опять выпала с ютубной жизни, не снимала ни на этом канале, ни на втором своём канале визуальном, я тоже не снимала. Там оставались какие-то ролики, снятые мной, и, конечно же, я попыталась снять видео, игру «Успеть за час», но это было довольно, честно, откровенно сложно. Итак, давайте начнём с того, что же со мной произошло. 20 апреля у меня был день рождения, я ночью поздравил мой муж. Как всегда, у меня всегда муж поздравляет в начале первого ночи, это традиция такая многолетняя, то есть поначалу, когда мы ещё встречались, когда мы только жили в разных местах, он меня это поздравлял с смс, там, либо звонком, то сейчас он меня поздравляет ночью, да, то есть дарит мне цветы, я каждый раз поражаюсь, куда он их прячет, ну, сказать, да, там, гараж спрятал, но я была накануне в гараже, я вам говорю честно, и для меня был шок. Я не была, я каждый раз удивляюсь этому, честно вам скажу, уже сколько лет, мы с мужем 15 лет вместе, я каждый раз этому удивляюсь. Ну, в общем, мы открыли бутылочку вина, выпилили по бокалу сухого вина, и, извините, пришлось отвлечься, тонкости дистанционного обучения называется. Вот, мы выпили по бокалу вина, поболтали, посидели и были спать с ним. На утро я проснулась с головной болью, честно, откровенно, я списала на вино, хотя вино было сухое, моё любимое, я его, как, попью, да, и никогда никаких проблем не было, ну, тогда я, честно, откровенно, списала на вино, что я ещё с сестрой говорила, ну, надо же, выпьешь бокал вина, и такая вот головная боль, наверное, это возраст даёт о себе знать. Ну, я, как бы, на волне всего этого, были родственники, приходили, поздравляли, да, там, поздравления и на ютубы были, и болтания, вот эти все, и я, как бы, откровенно говоря, на этой всей волне не обращала внимания на головную боль, старалась виднее, на температуру или на ещё что-то, приготовились, мы там, я особо сильно не готовилась, честно, откровенно, многие продукты были куплены в кулинарии, мы просто посидели посеменно, потому что мне хотелось какого-то такого тёплого юта, я люблю семейные праздники, единственное, что, когда уже всё ушли, ну, это было под вечер ближе, да, то есть не поздно вечером, мы, как правило, с мужем где-нибудь гуляли, где-нибудь сидели вдвоём на моё день рождения, в этот день мы не пошли, во-первых, и дождь был, во-вторых, моя жуткая головная боль, она не проходила. И тут я чувствую, что у меня состояние, у меня какая-то температура, я начинаю ощущать такое ощущение, как будто ты теряешь сознание, вот у меня такое чувство, когда у меня есть высокая температура. Я её измерила, и да, такие, ну, не высокая она, конечно, была, да, такие у меня температуры 37,2. Она держалась сутки, эта температура, она не падала, она ничего не происходила с ней, с этой температурой, но к вечеру у меня она начала подниматься выше, выше, выше 38 у меня не поднялась температура, потом на следующий день тоже самая температура, она то есть, то нет, она так прыгала, падала, ну, ужасная была слабость и сильная ломота в теле до ужаса. Такое ощущение, что я отработала хорошую такую тренировочку в спортзале, и у меня мышца всела ужасно просто, прям боль ужасная была, мышца. И на следующий день, вроде как четвергу мне стало полегче, в пятницу я себя чувствовала нормально, в принципе, отлично чувствовала, могу даже так сказать, не было никакой температуры, ничего, ну, слава богу, уже всё прошло, у мужа, у тётки было день рождения, и мы пошли к нему на день рождения, они нас пригласили, я же говорю, чувствовала себя более-менее нормально, ну, нормально я себя чувствовала. До столом на день рождения я сидела, всё в порядке, съела немножко, потому что я эти дни практически не ела, аппетита вообще никакого не было, и много тоже себе не позволяло, и было решено, что я не пью алкоголь вообще никакой, потому что, ну, сами понимаете, да, я отказалась от алкоголя, сказала, я пить не буду, не совсем хорошо себя чувствовала. Ближе к вечеру, ну, мы пошли, в принципе, под вечер, ну, как бы, да, там, ближе, там, через пару часов, через часе где-то сиденье за нашего за столом, были тоже только мне родные, близкие люди, и было решено мне померить давление, так как я единственная, кто не пила, да, трезвая абсолютно, мне меряю давление, а у меня давление 135 на 95. Для меня это высокое давление, потому что я гипотоник, и всю жизнь себя чувствую прекрасно при давлении 100 на 100-110, на 70, на 80, вот так вот, то есть иногда даже на… но у меня очень часто бывает разрыв маленький, что вот сердечным давлением, артериальным, да, давление неправильно, если я называю, то поправьте меня. И у меня началась жутко болеть голова, вот эта вот вся часть головы, она настолько болела ужасно, муж увидит мое состояние, сказал, давай домой, мы собрались, ушли домой, пришли и померили мою температуру, у меня еще температура 37,2, я легла и уснула, то есть я не пила никаких лекарств, ничего я, извините, зашел у ребенка в соседней комнате урок английского языка дистанционного, я, знаете, я легла, уснула, проснулась через час, температуры никакой нет, но головная боль осталась и ужасная сильная слабость. В субботу-воскресенье я вообще не поднималась, температура не было ни в субботу, ни в воскресенье, но была жуткая слабость. В воскресенье мы ездили с мужем прям по своим делам личным, и когда возвращались опять же домой, то есть час-два прошло, моего движения по улице час-два, и опять я чувствую такую вот жуткую ломоту в теле. Потом у меня начинают быстро, так резко, конечности холодные, ужасно у меня были ледяные руки, и я чувствую шум в ушах, патность рук и ног, мне безумно плохо было на тот момент. И мы ехали в супермаркет, заезжали за какими, кое-какими продуктами, и там аптека есть, и мы говорили, давай зайдем померяем тебе давление. Мы зашли, померяли, у нас на тот момент дома не было тонометра еще. Мы зашли, померяли давление, тонометр показал 135 на 95, девушка, которая помогала нам измерять провизора, она сказала, что в принципе это нормальное давление, но я говорю, я гипотоник, она говорит, что для вас это высоковато давление. Это был электронный аппарат, на минуточку сразу скажу. И, ну, простите, он мне тут такой, то бабушка, зирань, мой мальчик такой, смотрите, давно хоть не видели, да, моего малыша? Он меня любит, такой, любит, у меня на ручках сидеть, и когда я с ним разговариваю, он безумно нравится. так вот, медсестра предложила, мы померяли давление, и мужа, и муж такой медсестри говорит, а можно мне померять давление? Ну, пожалуйста, садитесь, почему бы и нет. Померили и мужу давление этим аппаратом, мужа, вообще там было 158, значит, что-то, я уже сейчас на 80, по-моему, мы такие с ним переглянулись, как бы, муж говорит, ну, немножко есть такая легкая головная боль, но я бы не сказала, что это, по тебе видно, что ты хуже себя чувствуешь, нежели я. Мы приехали тому, и взяли тонометр, тоже у наших родственников, обычный тонометр, который, обычный, старый, да, вот этот, не электронный, не полуавтомат, а сам, который ты надувал, аж груши. Взяли этот тонометр, скажу так, я эти дни вообще не пила кофе, потому что ужасно болела голова, одну чашечку с утра могла позволить себе, и до этого, в принципе, не пила. Сегодня тоже только одну чашечку выпила, хотя к этому времени, обычно по 3-4 чашки выпиваю, говорю, как есть. Так вот, муж сказал однозначно, в понедельник мы едем к врачу, потому что он к семейному врачу, вчера я попала к семейному врачу, к обеду, я пришла к врачу, мне измерили давление, у меня уже на тот момент было 100 на 70 давления, да, то есть, да, 100 на 70, она говорит, как вы себя чувствуете, ну, я говорю, немножко в затылок попали, тогда, в принципе, я себя нормально чувствую, я, как бы, много не обращалась к врачу, у меня даже карточка пустая, без записи была, она, выгодит тонень, я говорю, в принципе, да, всю жизнь у меня было пониженное давление, если, комфортно чувствовала, она сказала, что нужно, потом она мне решила померить температуру, у меня оказалось температура 37,2, обычным штуком градусника, мне мерили кислород, одевали на палец, так как у меня очень были холодные конечности, на тот момент, как раз, когда я пришла к ним, она одела на палец, у меня сначала препарат показал, очень низкий уровень кислорода в крови, 55, да, по-моему, она на второй руку одела, там уже повыше, и на эту руку, она на два разных пальца перемерила, она перемерила на вот эти два пальца, мне их, потом отдельно, каждый пальцу, и сказала, в принципе, в порядке нормы, 90, 98 на втором пальце была, то есть, прибор не сработал, сначала, потому что у меня была холодная конечность, потому что у меня были холодные конечности, и врач послушала меня, сказала, в принципе, с легкими все в порядке, вроде как бы, ну, идите, сдавайте тест на ковид, у меня был, конечно, слегка шок, мне сделали экспресс-тест на ковид, он показался отрицательным, честно сказать, смешным, этот тест, это, а-ля, тест на беременность, как я сказала, и мне сестра говорили, ну да, лучше ничего не смогли придумать, на самом деле смешно, брали тест, брали такая, при мне все распечатывалось, все стерильно было, открыли по ковочку, такая длинная палочка, тоненькая, я даже не знаю, как бы, пластиковая такая, наверное, тонкая, но тонкая пластмассовая палочка, и мне ее засунули в нос, очень глубоко, я очень долго ощущала, где-то, наверное, здесь, ее засунули, и у меня слезы покатились глаз, ну, очень глубоко, наверное, засунула, в одну ноздру, я вообще рассчитала, что у меня пальцы, пальцы, кровь, добрали, оказалось, не так, так вот, после этого, в ней взяли анализы, и я посидела сначала в кабинете, тест показал отрицательный, но она говорит, погуляйте еще минут 10, чтобы уж наверняка, и тогда я вас, вам подам справочку, вы пойдете, в общем, тест у меня оказался, слава богу, отрицательный на ковид, но на вопрос, на мой вопрос, что же со мной, у врача, в чем проблема, мне было сказано, что это такой вирус, это реакция, это вирус такой, очередной, да, и вот такой вот реакция организма, то давление, то температура, то еще что там, поэтому наблюдайте, мне выписали список препаратов, в основном, это список препаратов, состоит из витаминов, я вам честно скажу, и выписали противовирусное, этот, кропринозин, помог, да, кропринозин, но я его не брала, не покупала, я вообще не вижу в нем эффекта никакого, у меня сыну его выписывали еще в прошлом году, и тоже он был эффект, и вот я не стала, именно кропринозин я не стала брать, остальные препараты, ну, в этом были витамины, С и цинк мне приписали, поэтому я их купила, почему бы не пропить, я не вижу в этом ничего плохого, но теперь у меня такая, веситая жменька витаминочек, как бы по утрам, вот такие вот, да, довольно длительная история, с моим здоровьем, ну, как есть, получилось вот так вот, спасибо, конечно, кто меня послушал, возможно, кому-то мой монолог был неинтересен, а возможно, кому-то будет мой опыт полезен, да, со здоровьем, относительно каналов и хейтеров, я, наверное, была бы правильно разделить на две части, на этом я говорю всем пока-пока, спасибо вам за внимание, друзья.